Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжелы Вологдина сегодня в выпуске. Зимняя Олимпиада диктует моду в Сочи. Украинцы требуют санкций от стран ЕС. В Испании выписан ордер на арест Дзянь-Дзиминя. С началом Олимпийских игр мода для россиян обрела новые краски. Сейчас в почете все, что связано с играми. Давайте посмотрим. Олимпийские игры внесли свою лепту в зимнюю моду в Сочи. Среди многочисленных болельщиков россиян видно сразу. Куртки и шапки с российской и олимпийской символикой, российские флаги – сейчас все это популярно. Сувенирные магазины в Сочи переполнены. Наибольшим спросом пользуются шапки-талисманы зимних игр. Посмотри на тетю. Редко встречающийся зверь в нашей стране. Этим он заслужил свою уникальность. То есть он также улыбается, у него есть тюсики, шапочки очень теплые. И он своим мехом напоминает о том, что он зверек очень дружелюбный. И зайки, конечно же, косые, рыцаки. У нас они встречаются в каждом лесу. Их очень много. И они вот своей улыбочкой, маленьким миленьким носиком олицетворяют доброту, открытость и желание помогать. Поскольку зайка у нас – талисман самый доброжелательный. И действительно, шапки-зайки, кажется, расходятся в первую очередь. Потому что мне больше всего понравился этот талисман из всех, которые представлены у нас. Самый красивый, самый-самый такой зайка. На другую одежду с атрибутикой Олимпийских игр, конечно, тоже находится много покупателей. Мы еще купили майки, соответственно, куртки. Ну и, в принципе, ограничились. Но майку купили всем практически родственникам. Головные уборы в виде талисманов Сочинской Олимпиады уже мелькают на улицах повсюду. Главные их приверженцы, конечно же, дети. Есть и талисманы – тигренок, зайчонок, еще есть медвежонок беленький. И мне нравится больше тигренок, а дядяный зайчик. Ну, это символ зайчик Олимпийских игр. Мы ее купили в спортмастере. Это подарок от наших родителей. Мы очень рады. Нам очень нравятся новые символы и эти шапки. Талисманы зимних Олимпийских игр «Леопард», «Белый мишка» и «Зайка» украшают не только одежду, но и посуду, брелоки, а также выпускаются в виде мягких игрушек. В Украине продолжают требовать от Европы ввести санкции в отношении чиновников, причастных к силовому разгону Евромайдана. Во вторник в Киеве активисты пикетировали посольство Австрии. Они требовали применить санкции к представителям украинских властей. Для многих украинских власть имущих Австрия – вторая родина, где они катаются на лыжах, отдыхают, имеют особняки, счета в банках. Туда они переводят все награбленное в Украине, в то время как наш народ – они гнобят. Сейчас устанавливается тирания, людей убивают и берут в заложники. В акции участвуют представители творческой интеллигенции и ученые, которые организовались через Фейсбук. Они требуют заблокировать иностранные счета, а также отменить визы чиновникам, причастным к силовому разгону Евромайдана. Я считаю, что европейское сообщество должно было бы на это реагировать, то есть переходить от разговоров о санкциях к реальному их внедрению. Я не знаю, что ещё должно случиться. Свои требования активисты изложили в письме, которое передали лично послу Австрии. Дипломат ответил, что в его полномочия это не входит, и повлиять на исполнительную власть в своей стране он не может, и ограничился лишь формальными фразами. Европейский союз и дальше делает ставку на диалог с представителями украинских властей и правительства, а также с представителями украинской оппозиции, гражданского общества и Евромайдана. После пикетирования посольства Австрии демонстранты провели акцию УДИ представительства Германии. Напомним, на заседании в понедельник Совет министров иностранных дел Евросоюза решил пока не обсуждать ни вопрос о санкциях для украинских чиновников, ни вопрос о предоставлении финансовой помощи стране. НТД Киев, Украина Пятеро их бывших высокопоставленных чиновников из Китая, включая бывшего генерального секретаря ЦК Компартии Дзянь Дзиминя, теперь могут арестовать, если они покинут территорию страны. Международный ордер на арест выписал суд Испании. В чём обвиняют функционеров Компартии, смотрите далее. 10 февраля Верховный суд Испании выписал международный ордер на арест бывшего генерального секретаря китайской Компартии Дзянь Дзиминя, экс-премьера КНР Ли Пена и ещё троих высокопоставленных бывших чиновников КНР. Их обвиняют в организации геноцида тибетского народа в 80-е-90-е годы прошлого века. Главная причина судебного иска не только то, что власти Китая вторглись в Тибет, но также и то, что они убили миллион тибетцев, среди которых была и моя мать. Согласно принципу универсальной юрисдикции, суды Испании имеют право рассматривать дела о преступлениях против человечности, независимо от того, в какой стране они были совершены и где находятся ответчики. Иск подали тибетцы, которые сейчас имеют испанское гражданство, и дело рассматривали 8 лет. «Мы очень счастливы, что судьи приняли такое решение. Это очень важное решение, принятое, несмотря на то, что китайские власти оказывали сильное давление на правительство Испании». Ордер на арест выписал судья Исмаэль Морена и передал в Интерпол. И теперь пятеро обвиняемых могут быть арестованы, если покинут КНР, а их зарубежные банковские счета могут заморозить. Стоит отметить, что постановление о выдаче ордера суд Испании принял ещё в ноябре прошлого года. Однако испанское правительство подало апелляцию, видимо, опасаясь международного скандала. Неделю назад эта апелляция была окончательно отклонена судом. Тем временем китайский МИД уже выступил против такого решения, назвав его ошибочным и обвинив Испанию в том, что та игнорирует официальную позицию Китая. Компартия установила свою власть в Тибете в 50-м году прошлого века. И с тех пор Пекин заявляет, что он «мирно освободил Гималайский регион от бедности, эксплуатации и экономической отсталости». При этом сами тибетцы говорят, что китайские военные убили более миллиона их сограждан и уничтожили 90% культурных и религиозных святынь. К слову, тибетцы не единственная группа, которая продолжает подавать судебные иски против Цзянцзэминя и других высокопоставленных партийных чиновников Китая. Начиная с 2003 года, в суды не только Испании, но и в других странах мира обращаются и приверженцы духовной практики Фалуньгун, которую власти КНР подвергают гонениям последние 14 лет. Цель судебных исков – наказать виновных в геноциде их многомиллионной группы. В Австралии не могут справиться с лесными пожарами. Огонь уничтожает деревья и дома. Огонь продолжает бушевать в австралийском штате Виктория. Несмотря на то, что власти понизили уровень опасности, 18 лесных пожаров пока не удается потушить. На борьбу с огнем вышли 2500 пожарных. Трое из них уже пострадали во время исполнения своего долга. Причем двое из-за падающих деревьев. Также представители пожарной службы сообщили, что огонь уничтожил 50 домов. В Мельбурне во вторник после того, как огромное облако дыма накрыло территорию аэропорта, временно отменили все авиарейсы. Когда дым ушёл, работа аэропорта возобновилась. Пожары в штате Виктория начались ещё в середине января. Их вызвали грозы и необычайная жара. Температура воздуха в то время достигала 40 градусов по Цельсию. Согласно предположениям властей, леса будут гореть до марта. Между Мексикой и США полиция обнаружила очередной тоннель, по которому контрабандисты переправляли наркотики. Подробности далее. Федеральная полиция Мексики закрыла подземный тоннель, служивший для переправки наркотиков на территорию США. Проход начинается в одном из дворов мексиканского города Нагалес и ведёт к постройке в город с таким же названием, только расположенный уже в американском штате Аризона. По данным властей, длина тоннеля 146 метров, высота 90 сантиметров, а ширина чуть более полуметра. Он укреплён деревянными досками, оснащён электроэнергией и вентиляционной системой. Власти США также сообщили, что федеральные агенты арестовали в тоннеле троих мужчин и изъяли у них более 290 килограммов марихуаны и героина. Контрабандисты всё чаще прорывают подземные ходы, чтобы беспрепятственно поставлять наркотики из Мексики в американские Аризону и Калифорнию. Начиная с 2008 года на границе между двумя странами полиция уже обнаружила более 75 тоннелей. Далее в выпуске. В какой стране чаще всего болеют раком? В Германии прошли соревнования по имитации рёва оленя. Конкурс на самое долгое объятие прошёл в Таиланде. Коломенская пастила спасает от пьянства. Чаще всего раком заболевают в Китае. Причина – бурно развивающаяся промышленность и недостаточные меры по защите окружающей среды. Но есть в стране энтузиасты, которые пытаются исправить ситуацию. В наши дни чаще всего раком заболевают в Китае. Согласно недавнему отчёту Всемирной организации здравоохранения, на эту страну приходится половина всех новых случаев раковых заболеваний в мире. В Китае существует такое понятие, как «раковые деревни», у жителей которых из-за состояния окружающей среды риск заболеть раком в разы превышает среднестатистический. В стране таких населённых пунктов насчитывается по меньшей мере 200. Особенно их много в центральном и восточном регионах Китая. Причина – бурно развивающаяся промышленность и слабый акцент на защите окружающей среды. Помочь улучшить состояние экологии пытается ряд неправительственных организаций. Одна из них – охранники реки Хуайхэ. Её основал бывший фотограф Хо Дайшани с провинции Хэнань. Недавно немецкий канал Deutsche Welle показал про Хо документальный фильм. Помогают активисту и его сыновья. «Мы достаточно давно начали находить в реке рыб с деформированным скелетом. У некоторых чешуя была разного размера. Некоторые были без глаз или с одним глазом. Но у большинства был искривлённый хребет или скелет. Поэтому мы начали их собирать. Некоторые до сих пор живы, но большинство умерло из-за своих дефектов. Мы не ловим их специально. Обычно их приносят нам местные рыбаки, поскольку не могут продать». В 2003 году Хо учредил исследовательский центр, который финансируется из личных средств активистов-экологов. Цель – показать общественности истинную ситуацию с экологией на реке Хуайхэ и привлечь добровольцев к её очистке и защите. Река протекает в восточной части Китая, и площадь её бассейн – на 187 тысяч квадратных километров. На её берегах находится много промышленных предприятий, что, как предполагается, привело к тому, что местные деревни стали раковыми. «Если пить грязную, вредную воду, то это, несомненно, приведёт к заболеваниям, что наглядно видно по положению здесь. Во многих раковых деревнях, где загрязнены поверхностные грунтовые воды, случаев заболевания раком стало очень много. Люди умирают десятками. В основном из-за рака органов пищеварительной системы». Свидетелем ужасающего состояния местной экологии Ху стал ещё в 90-х годах прошлого века. Увидев, что в этих водах постоянно появляется много мёртвой рыбы, и даже на уроках в местной школе дети вынуждены сидеть в масках из ужасного запаха, он по собственной инициативе стал проводить первые опросы местных жителей. Ху пытался довести данные своих исследований до властей разного уровня, однако его игнорировали и в ряде случаев угрожали. В то же время он понял, что официальный государственный проект по очистке реки Хуайхэ был полностью показным. Премьер-министр Австралии решил уделять больше внимания коренным жителям страны – аборигенам. Он обещает отправиться на полуостров, чтобы изучить их проблемы. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт планирует провести неделю в общинах коренного населения страны. Об этом он заявил парламенту после сообщения о том, что страна не в состоянии решить проблемы, с которыми сталкиваются аборигены. «В этом году, будучи премьер-министром, я проведу неделю на Арнем Ленде вместе с достаточным количеством чиновников, чтобы пусть всего на несколько дней, но сделать это место фокусом для нашего правительства. Спустя 226 лет переменного к ним внимания, почему бы премьер-министру не посвятить семь дней коренному населению?» Премьер-министр отметил, что власти хотят вдвое сократить детскую смертность. Они также планируют добиться того, чтобы 95% детей из удаленных районов могли посещать дошкольные учреждения. Коренное население Австралии – самая малочисленная и бедная этническая группа страны. У них много проблем со здоровьем и плохое образование. Для оленей издавать громкий рев, чтобы призвать свою избранницу или напугать соперника – вполне обычное дело. А вот людям, чтобы сымитировать подобные звуки, надо постараться. Впрочем, у них неплохо получается. Давайте посмотрим. В Дортмунде прошли соревнования на самый лучший брачный рев оленя-самца. Правда, среди людей. На сцену один за другим поднимаются 18 соперников. С помощью специальных труб рогов и ракушек они имитируют клич оленей. Брачный сезон у этих животных длится с августа до конца октября. В это время самцы стараются завладеть вниманием самок, а также избавиться от соперников. И главный помощник – это рев, который имеет различные интонации. Конкурсантам необходимо сымитировать пять из них. В настоящее время представлены различные дисциплины клича оленя. Начиная от ищущего оленя, доминирующего самца с боевым кличем, до оленя, уставшего после спаривания. Здесь будут определены немецкие чемпионы, которые затем поедут на чемпионат Европы. Има Ортлип смог убедить судей, что ревёт, как настоящий олень. Это приятно. Я постарался и рад, что судьям понравилось. Правда, чемпион признался, что его конкуренты тоже были сильны. Теперь ему предстоит основательно подготовиться к брачному рёву оленей в Зальцбурге. Чемпионат там состоится 22 февраля. День всех влюблённых решили отметить в Таиланде, проведя соревнования на самое долгое объятие. В Таиланде в честь Дня Святого Валентина устроили конкурс на самое долгое объятие. Соперничали за звание рекордсмена мира более 30 пар. В прошлом году в Книгу рекордов Гиннесса попали британцы. Их объятие длилось 25 часов 22 минуты и 36 секунд. Правила конкурса гласят, что все участники должны обнимать своего партнёра непрерывно. Руки опускать нельзя. Иначе дисквалификация. Участвуют даже туристы из России. Их видно сразу по цвету волос. «Самое долгое объятие принесёт победителям 9 тысяч долларов и два кольца с бриллиантами стоимостью в полторы тысячи долларов. Существуют и другие романтические рекорды. Так, например, в 2011 году супруги из Бангкока целовались в 46 часов 24 минуты. А вот итальянская пара соединила губы в поцелуе всего на 3 минуты 24 секунды, зато под водой. И в морских глубинах, как оказалось, можно не только целоваться, но и проводить бракосочетания. Так, 14 февраля 2001 года, опустившись под воду на 10 метров, поклялись друг другу в верности 34 пары из 22 стран. В Южной Корее деликатесом стала простая мясная тушёнка. Чем этот немудрённый продукт так полюбился корейцам, смотрите в следующем сюжете. Мясная тушёнка в банке могла быть желанным угощением разве что во время войны, ну или ещё у туристов. Однако в Южной Корее консервы спэм, изначально бывшие американскими, уже давно превратились в настоящий деликатес. В этой стране с ними познакомились ещё в 50-х годах прошлого века, во время Корейской войны. Тушёнку привезли американские солдаты. Для местного населения она стала просто подарком, людям жилось голодно. То, что недоедали солдаты, местные жители использовали в суп, который получил название «армейская похлёбка». У армии США было мясо. Они не съели всё и выбросили остатки. А у нас тогда были голодные дни. Тяжёлые времена отступили, но армейская похлёбка стала почти традиционным блюдом. Тушёнка спэм американского производства завоевала своё место во всех магазинах, кафе и домах. Теперь под этим брендом выпускает тушёнку южнокорейский производитель. На прилавках появились даже подарочные наборы тушёнки. Причём менеджер компании говорит, что за последние пять лет продажи консервированного мяса выросли на 40%. Консервы спэм были бесценным продуктом питания в Южной Корее в прошлом. Поэтому мы проводим маркетинговую кампанию, продавая спэм в подарочных наборах. У неё более долгий срок хранения, чем у других продуктов. Это удобно. Тушёнка спэм солёная и подходит к южнокорейскому варёному рису. Поэтому солёный спэм в сочетании с рисом – это полная гармония. Эксперты из США провели в 2012 году исследование и выяснили, что потребление тушёнки увеличивает риск развития диабета. Однако южнокорейский производитель спэм утверждает, что их консервы более высокого качества, чем в США. Небогатых филиппинцев женят массово. Такую церемонию ежегодно проводят власти одного из городков. На Филиппинах в городе Росарио, в 40 километрах от столицы, в преддверии Дня Святого Валентина, состоялась массовая свадебная церемония. Чтобы публично обменяться клятвами, рука об руку шествует около 180 пар самых разных возрастов. Такую массовую свадьбу ежегодно организует местный мэр. На Филиппинах очень многие пары десятками лет не регистрируют свои отношения, потому что попросту не хватает денег на организацию свадебного торжества. И для таких людей эта массовая свадьба за счёт властей и спонсоров – настоящий выход. Эта пара живёт вместе уже 20 лет и имеет ребёнка. И вот сегодня они, наконец, узаконили свой брак. У нас нет денег на свадьбу, а это возможность пожениться бесплатно. Наконец-то мы это сделали. У многих пар большая разница в возрасте. Этот союз доказывает ей, что она для меня самая лучшая. Кроме того, около 20 из этих пар – жертва тайфуна Хаян, который обрушился на филиппинскую провинцию Лейте в прошлом году. Мы проявляем нашу любовь каждый день, не только в День Святого Валентина, вместе с нашими детьми. После церемонии бракосочетания по традиции выпускают голубей. Правда, не белых, а обычных серых. Молодожёнов и их родственников также приглашают за общий свадебный стол. Старейшая и самая престижная выставка собак в США собрала в этом году почти три тысячи участников. Давайте посмотрим на четвероногих конкурсантов. Звук стригущих ножниц, шум фенов, летящая шерсть – так проходит завершающий этап подготовки к самой престижной выставке собак в США. В этом году на Вестминстер Кеннел Клаб Док Шоу собралось почти три тысячи конкурсантов со всех пятидесяти штатов. Соревнования состоят из двух этапов. Сначала судьи определят лучших собак в семи номинациях – подружейные, гончие, пастушьи, служебные, терьеры, декоративные и неспортивные. Эти конкурсы проходят в выставочных залах на пирсах Гудзона. За звание победителя борются представители различных пород – пудели, баллонки, бешон-фрезе, английские сеттеры и бобтейлы, также известные как староанглийские овчарки. Один из них – бобтейл Свегер – участвовал в выставке в прошлом году. И хотя он не выиграл главный приз, но завоевал сердца миллионов зрителей. Владелец привёз сюда Свегера ещё раз – попытать счастье. «Вы знаете, все спрашивают, что в нём самое лучшее. А он – красивая собака. Он просто действительно классный пёс. Это аккуратная собака. У него не бывает плохого настроения». Есть здесь, конечно, и новички. «Саксон – двухлетний Колли. Он первый раз на восьминстерской выставке. Он участвовал во многих выставках с неплохим результатом, но только начинает свою карьеру». Фландерский бувье по кличке Грифф только что выступил перед судьями и теперь расслабляется рядом с хозяйкой. «Грифф – это бувье. Он выступает в пастушьей категории. Работа бувье заключается в том, чтобы пасти и охранять стадо, будь то овцы или коровы, или потомство с их семьями. Они защитники, но они послушные, любят проводить время в семье. Они могут быть упрямыми, но любят свою семью. И это большие собаки. У них есть своя работа, поэтому они такие смышлёные. И у них весёлый нрав. Они действительно классные». Второй этап соревнований будет проходить в спортивно-концертном комплексе «Мэдисон Сквер Гарден». Там из семи победителей судьи выберут одного самого лучшего пса, который станет чемпионом. Вестминстерская выставка собак в США проводится в 138-й раз. Старинное русское лакомство – пастила – вновь появилось в подмосковной Коломне. И 100 километров – не расстояние, чтобы приехать из Москвы и попить чаю с любимым блюдом Толстого и Достоевского. Сделали это и наши корреспонденты. В музей потерянного вкуса в Коломне съезжаются сладкоежки всего Подмосковья. В старинном доме купца Суранова поселилась пастила. Здесь сразу попадаешь в атмосферу 19 века, где всем правит это лакомство. И у каждого экспоната своя сладкая история. Изготовление пастилы – процесс сложный, даже таинственный. Поэтому инструменты тоже были особые – лопатки-мутовки и ложка-долбленка. В ней перетирали запеченные яблоки. Название такое необычное от того, что она выдолблена из цельного куска дерева. И примерно таким образом происходил этот процесс. Кожица оказывалась сверху, а мякоть внизу. Затем эта мякоть немножко остывала. Потом две работницы два дня взбивали смесь яблочного пюре, яичных белков и сахара до рыхлого белопенного состояния. И проверяли готовность массы. Для этого зачерпывали получившуюся массу на палец. Смотрели внимательно, стекает или не стекает. Переворачивали палец, держится или не держится. Держаться должны. Сегодня в Коломне делают 26 видов сладкого лакомства. Есть пастила амурная и, говорят, помогает. Но самое популярное – пастила трезвость. Старинную листовку с ее рекламой нашли в одной из местных библиотек и создали средства от запоя. Мы туда успокоительные травы. Действительно, мято и измельченные шишкой хмеля. Если сделаем настой на шишках хмеля, это будет успокоительное средство. Но если в крови алкоголь, это будет снотворное. Вот он, как ангел, после этого в настое и засыпал. А наша пастила, конечно, шутка. Попробовать знаменитую коломенскую пастилу приезжают сегодня со всего мира. Замечательно. Постановки сценические. Все очень вкусно на самом деле. Мы уже попробовали. В общем, хочется приехать еще раз. Интересно это сочетание. То, что когда пробуешь и когда тебе рассказывают. И тем более рассказывает не просто человек-экскурсовод, а человек, который, скажем так, представляет какую-то эпоху. Ровно сто лет назад производство пастилы было закрыто. Но последние годы забытый вкус старины радует россиян. НТД Коломна. Очень много. Любители полакомиться шоколадом смогли полностью отдаться своей страсти в Брюсселе. Именно там состоялся 20-й фестиваль, посвященный этому полезному и вкусному продукту. Платье, которое хочется съесть. Так можно было бы назвать салон шоколада в Брюсселе. И хотя шоколадная коллекция не балует взгляд цветовой гаммой, но сами наряды порой заставляют забыть, из чего сделано. И струящаяся по телу туника, и озорной наряд, навевающий мысль об индейцах, и платья, словно пошитые из кожи, все можно принять за настоящее изделие кутюрье. Но все это шоколад. А для кого-то еще и воплощение детских грез. Все, что я ношу, сделано из шоколада. Это довольно необычно. Думаю, все маленькие девочки мечтают в один прекрасный день стать шоколадной женщиной, окруженной шоколадом со всех сторон. Так что в некотором смысле это мечта, ставшая реальностью. Впрочем, салон шоколада – это не только модный показ. Здесь можно посмотреть, как делают любимые сладости, попробовать их или купив забрать с собой. Своё мастерство демонстрируют 90 производителей шоколада. Профессор школы гостеприимства говорит, что уникальный букет лакомства притягивает к себе людей снова и снова. «Потому что шоколад имеет различные вкусы – соленый, сладкий или острый. Это взрыв вкуса во рту. Это очень интересно и приятно, очень утонченно». Салон шоколада порадовал любителей сладости уже в 19 городах мира. В Брюсселе фестиваль прошёл впервые. Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова